Андерсон Трэйни Программ 2023. Сразу два спикера. Дарья Крепкина, это наш Трэйни Деплатт Манхэт, расскажет обо всех особенностях и новостях Андерсон Трэйни Программ. Даша, здравствуй. Всем привет. И наш второй спикер Валерия Барсукова. Валерия у нас Деливери Менеджера в Трэйни Проджект, расскажет подробнее об учебных проектах и о навыках, необходимых для достижения успеха. Лера, здравствуй. Всем привет. Друзья, прежде чем мы начнем, важная информация для вас. Если вдруг так случилось, что вы еще не успели оставить ваши вопросы, то у вас есть возможность делать это в течение нашего эфира и после эфира в течение суток. Вы тоже можете посмотреть эфир в записи и тоже задать свой вопрос. И специально для этого мы оставили для вас форму в закрепленных сообщениях в чате и продублировали ссылку на нее в описании под стримом. Все ответы на собранные вопросы появятся в нашем телеграм-канале Андерсон Трэйни через несколько дней. Так что, если вы еще не подписаны на наш замечательный телеграм-канал, обязательно сделайте это прямо сейчас. Под видео есть также ссылки на другие наши социальные сети. Так что присоединяйтесь к нашей команде Андерсон, чтобы всегда быть в курсе новостей нашей компании, первыми узнавать о новых направлениях стажировки в нашей компании и вообще обо всех интересных ивентах, событиях и вакансиях. Первыми. Вначале, друзья, расскажу вам, что у нас сегодня будет происходить. Сначала выступит Дарья, затем Лера, потом перейдем к вопросам из формы, которую вы нам присылали. И на этот раз их оказалось невероятно много. Так что не будем терять время и начнем с Дарьи. Даша, тебе слово. Спасибо, Яна. Итак, всем привет. Рада вас всех видеть на очередном метапе, посвященном нашей замечательной образовательной программе Андерсон Трени Программ. Прежде чем я приступлю к презентации того, что в нашей компании называется Андерсон Трени Программ, я хочу сказать спасибо всем, кто направил свои вопросы. Некоторое время, несколько дней, если я не ошибаюсь, мы собирали их в форму, сгруппировали их блоками, потому что много вопросов похожие, многих ребят волнует одно и то же, я прекрасно понимаю. И этот документ, этот файл мы оставили в нашем Телеграм-канале, про него упоминала Яна Андерсон Трени. И в этой доке есть отметки, что некоторые вопросы мы, собственно, и планируем осветить, на них дать ответ в ходе нашего метапа. Итак, начнем. Буквально секунду. Рада вам презентовать нашу Андерсон Трени Программ образца 2023. Итак, для тех, кто впервые слышит про нашу компанию, хочу рассказать о том, что компания Андерсон – это представитель аутсорс-разработки, рынка аутсорс-разработки, который оказывает высококлассный сервис по реализации цифровых решений для клиентов по всему миру. Я не буду перечислять те домины, те отрасли, в которых мы показываем неуклонно замечательную экспертизу. Как вы сами видите, на слайде их множество, даже сложнее сказать, где мы еще не представлены. Но если говорить в цифрах, то в 2023 году компания Андерсон – это более 3000 сотрудников, это уже 16 лет на рынке, вот буквально недавно мы отпраздновали очередной день рождения. Это 18 центров разработки, могу сказать, практически уже по всему миру, по Европе это точно. И в данный момент нашей компании 238 проектов в работе. Итак, как наши многие ребята знают, повторю еще раз, с 2016 года компания активно развивает программу подготовки молодых специалистов с последующим трудоустройством их компаний. И назвали мы это все, весь этот комплекс, как Андерсон Трени программ. К настоящему моменту через программу успешно прошли, ну, прошу прощения, не успешно, а всего прошли около 2,5 тысяч ребят, из которых более 70% стали сотрудниками Андерсона. Минутка хвастовства на данный момент 27% наших сеньор-специалистов и 41% мидл-специалистов начинали свой путь в компании как тренинг. И даже есть у нас ресурсный директор и сеньор-вице-президент, которые тоже когда-то были, Андерсон Трени. Что, как говорится, не может не радовать у всех, может быть, потрясающий карьерный путь. В данный момент компания Андерсон активно развивает свое присутствие в странах Европейского Союза. У нас уже открыты центры разработки в Польше, в Варшаве и Кракове. Кстати, в Варшаве совсем недавно открылся новый огромный офис, и было масса вопросов в отношении того, когда же, когда же будет набор на стажировку в Варшаве. Ребята, набор стартовал, так что смелее заполняйте анкету и добро пожаловать. Также у нас есть центры разработки в Венгрии и Литве. И я должна сказать, что в Европейском Союзе мы отдаем приоритет, отдаем преимущество кандидатам с доступом к рынку труда в указанных странах, потому как мы не просто приглашаем к обучению, мы надеемся на долгосрочное и продуктивное сотрудничество последствий. Какие же у нас есть направления обучения? Это software development. Я не буду перечислять языки программирования, которые мы помогаем изучить в рамках нашей программы. Наверное, легче сказать, что мы не помогаем. Их буквально несколько, не знаю, может быть, скала придет на ум. А так, фронт-энд, бэк-энд, мобильная разработка. Все, добро пожаловать. Бизнес-анализ. Также при этом подчеркну, что в программу обучения бизнес-аналитиков включены блоки по системному анализу. Таким образом, мы стараемся готовить универсальных специалистов, для которых и задачи системного анализа были бы знакомы. Quality Assurance – это мануальное тестирование, это автоматизированное тестирование. Немножко пробуем в нагрузочном тестировании и Performance. Пока мы не будем во всеусловно заявлять о наборах, просто протестируем. Дизайн, в том числе графический, UI, UX, DevOps – тоже активно развиваем это направление. Project Management, как всегда, в топе наших приоритетов – это подготовка менеджеров нашими силами. И новое направление, новое для 2023 года – это Data Platform. Я хочу подчеркнуть, что даже если в данный момент в вашей локации, где вы находитесь, нет набора на то направление, которое вас интересует, в любом случае смело заполняйте анкету кандидата. Ссылки мы постарались максимально разместить, где только возможно, в том числе будет размещена и эта презентация. И вот здесь мы тоже видим, что есть возможность перейти на сайт и заполнить анкету. Для чего это нужно? Потому что, может быть, в данный момент у нас нет набора, но он может открыться завтра, и тогда вы будете первыми в очереди на рассмотрение. Немного остановлюсь на том, как выглядит рассмотрение. Прежде всего, это анкета кандидата. Это входная точка, поэтому много вопросов поступило, и мне всегда хотелось сказать, вы сначала оформите, вы сначала, прошу прощения, заполните анкету кандидата. Нам на основании информации из анкеты будет легче дать вам полный предметный ответ. На втором этапе отдел стажировки, специалист отдела стажировки ознакомливает кандидата с условиями обучения и роста в компании. Подчеркну, что считаю нашим конкурентным преимуществом то, что при входе, вот при старте коммуникации вы получаете абсолютно полную и детальную информацию не только о том, как будет проходить ваше обучение, но и о возможном материальном росте после того, как вы обучение завершите в течение года. Не обучение в течение года, а рост в течение года, или даже полутора. Сейчас могу от волнения и перепутать. Третьим этапом у нас всегда в обязательном порядке идет проверка уровня английского языка. Тоже много вопросов было заданным в отношении того, что какой требуется уровень, подчеркиваю, для Андерсон у нас строжайшее ограничение по уровню английского языка intermediate, плюс и выше. Здесь почему-то плюсик потерялся. И оцениваем мы прежде всего устную коммуникацию. Беглость вашей речи, словарный запас, темп, естественно, грамматическую грамотность. Также для направления бизнес-анализа и проект-менеджмента обязательным условием является абсолютно свободное владение английским или немецким языком. На четвертом этапе рассмотрения у нас идет предварительная оценка технических знаний. Я не буду подробно останавливаться на тех формах, которые мы избрали для оценки, но эта предварительная оценка нужна нам для понимания, вам стоит ли дать рекомендации по самостоятельному обучению, или вы уже готовы, чтобы пройти самый важный этап, он тут указан, почему-то у нас сбились цифры, прошу прощения, это шестой этап технического собеседования со специалистом компании. После предварительной оценки, если она удовлетворительная, назначается общий труд знакомства со специалистом отдела стажировки. Вот на этом этапе вы сможете задать любые вопросы, прояснить любые, если остаются какие-то темные моменты, не знаю, может быть, даже поделиться своими страхами и волнениями в отношении будущего обучения. Наш квалифицированный специалист сможет дать ответ на практически любой вопрос. А если не сможет, то он просто знает, где получить информацию и оперативно вам ее предоставить. Итак, шестой этап, как я и говорила, это техническое собеседование со специалистом компании, который оценит уровень ваших технических знаний, достаточен ли он и для какой ступени. Что же за ступени? Итак, наше Андерсон Тринний программ делится на три ступени. Сразу оговорюсь, много вопросов по этой части. Вам не обязательно проходить все три. Три ступени – это вариативность для вас по возможности старта вашего обучения в соответствии с вашим текущим уровнем знаний. Если он начальный, вы идете на первую ступень. Дальше вторая, дальше третья. Если он может быть оценен как средний, вы переходите на вторую и так далее. Открою или не открою секрет, наша компания максимально настроена на то, чтобы принимать сразу в обучении на третью ступень. Собственно, это наша цель. При этом мы понимаем, что рынок не безграничен, и многим кандидатам нужна помощь в обучении с самого начала. Именно поэтому у нас существуют две ступени для разного уровня знаний. Итак, если бегло... Прошу прощения, давайте, наверное, не бегло. Давайте я на каждой ступени остановлюсь подробнее на следующих слайдах. Итак, первая ступень – начальные теоретические знания. Или вот в этом году, это самая основная новинка, вы можете вообще ничего не знать. Вообще даже не пробовать найти информацию по тому направлению, которое, возможно, вас интересует. Мы впервые запускаем несколько обучений с нуля. Да, вы не ослышались. Все время Андерсон говорил, мы не учимся с нуля. Ну, вот пришел наш черед помогать ребятам вот с самых-самых азов. Итак, какие могут быть здесь варианты? Во-первых, это онлайн-курсы. Не могу сказать, что там с нуля. Нужны все равно начальные теоретические знания. Какие-то знания мы поможем сформировать в подготовке к данным курсам, прохождению, тестированию. Ну, а какие-то знания, может быть, вы получите самостоятельно. Онлайн-курсы – это групповые занятия, как следует из названия. Онлайн длятся они один-два месяца в зависимости от направления и не требует вашей, скажем так, стопроцентной занятости. То есть они проходят два раза в неделю, по вечерам полтора-два часа. Этот этап, разумеется, проходит без оформления в компанию и без стипендий. Мы считаем, что это вполне допустимо или вполне комфортно совместить с вашей текущей занятостью, например, с вашим трудоустройством. Также у нас есть онлайн-консультации с опытным ментором. Если я не ошибаюсь, мы этот формат запустили два года назад. Впервые запустили мы его с группой «Дизайн стажеров», и нам очень понравилось. Что это значит? Есть ребята, которые достаточно далеко продвинулись в самостоятельном обучении, но им иногда нужен какой-то совет, может быть, ревью их под проектов. То есть что-то, условно говоря, доброе слово от более опытного специалиста. И именно для таких случаев мы периодически организовываем онлайн-консультацию. Это возможность пообщаться с опытным техническим специалистом, который проведет ревью ваших наработок, который ответит на ваши вопросы и даст рекомендации, как быстро и эффективно углубить ваши знания. Далее у нас практикуются не так часто, но тем не менее, образовательные онлайн-метапы. Например, презентация «Какие шаги джависту предпринять после того, как он изучил, скажем так, свою первую книгу?» И в таком вот духе. Мы проводим их нечасто, но когда проводим, они пользуются большой популярностью. И новинка этого года. Чувствую себя, как, знаете, презентация каких-то продуктов компании. Новинка нашего, новинка 2023 года – это обучение с нуля. Чуть уже про это говорила. Давайте становимся поподробнее. Итак, во-первых, как и тут указано, мы впервые разрабатываем способы организовать обучение, даже если, знаете, по направлению нет совсем. Вот буквально с нуля. Для начала в данный момент кипит работа по, как сказать, по появлению нового блока с подробными рекомендациями блока на нашем сайте peopleandersonlab.com. Все ссылки в презентации будут активны, доступны для перехода. Это будет блог с рекомендациями, с чего же начать обучение, если вы уже, ну, хотя бы немножко определились, кем вы хотели бы стать в IT. Мы планируем разместить там презентации IT-профессии, книги и статьи, YouTube-видео, ссылки на полезные сайты, возможно, какие-то книги, которые вам будут недоступны, но они есть у нас в наличии. Будут размещены примеры решения тестовых заданий с советами от опытных специалистов. В общем, все то, что поможет вам сделать первый шаг в обучении IT-специальностей. Во-вторых, как я уже упомянула, мы планируем запуск образовательных онлайн-курсов для совсем-совсем новичков с нуля. И первыми мы планируем запустить курс «Бизнес-анализ с нуля». Сказать по правде, у нас уже был такой опыт. Опыт был, я не могу сказать, что успешным, но, по-моему, выпускница этого нашего совсем первого курса обучения с нуля до сих пор работает в компании. Черняева Ирина, я помню ее имя, но уже компания огромная, явно, как сказать, мы потерялись и не слежу за собой. Если работаю, то большой привет. Итак, мы хотим повторить наш опыт и приглашаем в обучение кандидатов с отличным знанием английского или немецкого языка. Мы активно развиваем наше немецкое направление рынка в Европе, и нам просто очень нужны специалисты с знанием немецкого языка, которые смогли бы на одном языке общаться с нашими клиентами. Поэтому, если вы отлично знаете немецкий, и у вас вообще нет никакого представления о сфере IT, то, поверьте, вы уже на пути в IT. В общем, вот такие получились стихи. Итак, где получить информацию о том, что курс стартует? Как всегда, я всех прошу, призывая, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там все новинки мы публикуем максимально оперативно. Итак, мы переходим к ступени номер два. Для попадания на эту ступень мы должны продемонстрировать, назовем так, средний уровень теоретических знаний. Понимая, как абстрактно это звучит, но иначе писать для всех направлений я просто не смогу. Какие могут быть варианты на этом этапе? Самое популярное – это интенсива. Занятие в малой группе продолжительностью 1-2 месяца. Вечернее время также 1,5-2 часа, похоже в этом плане на курсы, но группа небольшая, 10, буквально там 15 человек, что позволяет каждому нашему курсанту делить максимум внимания. Это будет теория, практика, будут домашние задания, и финально будет реализация некого проекта, если речь идет про разработку, либо презентация проекта, если речь идет про тестированную презентацию вашего учебного проекта. Этот этап также проходит без оформлений и без стипендий. Мы считаем, что его легко совместить с вашей занятостью. И опять новинка 2023. Мы заменили. Кто с нами давно, помню, что у нас был такой формат, как теоретический тренинг с индивидуальным ментором. Он приравнился к интенсиву, но позволял гибко стартовать, потому что интенсивы стартуют группой. Хорошо, прощай. Интенсивы стартуют группой, и если вам неудобно, то тяжело подстроить свое расписание. А индивидуальный тренинг с ментором стартовал по согласованию с кандидатом. Но пришло время меняться, и уходит целая эпоха. Мы отменили индивидуальный тренинг и заменили его на самостоятельное обучение по индивидуальному плану. Что это значит? Вы получаете детальную оценку имеющихся знаний с подробным планом тем и материалов, по которым вы самостоятельно в комфортном вам режиме сможете устранить пробелы в знаниях. Оценку эту проводят наши опытные специалисты в ходе технического собеседования. Качественная подготовка по индивидуальному плану позволяет вам сразу претендовать на ступень 3 лаборатория. Итак, самые сложные, самые насыщенные испытаниями, различными челленджами, блоками обучения этап это ступень номер 3, ступень 3 лаборатория. Я не буду подробно не останавливаться, потому презентацию этого этапа проведет моя коллега Валерия. Чуть позже, пожалуйста, останьтесь и обязательно послушайте. Это очень интересно. Есть ли в общих чертах важное отличие от предыдущих этапов, что на этом этапе возможны оформления и стипендии. Также на этом этапе компания инициирует подписание соглашения о сотрудничестве. Я не буду сейчас подробно останавливаться, но я уверена, что тот, кто следит за компанией, мог найти в интернете отзывы о том, что компания настаивает на гарантиях долгосрочного сотрудничества. Это верно. Мы рассчитываем на то, что вложив столько сил, энергии, времени и средств нашего стажера, мы можем полагать на то, что он с нами останется как минимум на 18 месяцев. Именно такой срок обязательства сотрудничества мы предлагаем. В данный момент ученический договор действует абсолютно во всех наших локациях, поэтому будьте готовы к такому условию. Также отмечу, что на этом этапе возможны оформления и стипендии. Я именно таким образом говорю, потому как это все зависит от локации и вашего направления. Подробные условия обучения, напоминаю, вы всегда можете получить, заполнив анкету кандидата и следуя инструкциям. Остановлюсь здесь один момент. Также было много вопросов. Ответ на этот вопрос мы оставили в нашем документе, который в телеграм-канале. Но хочу сфокусировать внимание. Много вопросов в отношении формата онлайн-обучения. Подчеркну, онлайн-обучение доступно только для тех стран, где у нас уже есть центры разработки. На данный момент это Польша, Венгрия, Литва, Беларусь, Украина, Грузия, Казахстан. К сожалению, кандидаты, находящиеся территориально в других странах, мы вас принять в обучение не сможем. Я понимаю, ваши желания нас атакуют в хорошем смысле множеством вопросов. А что, если я поучусь удаленно, потом перееду? Нет. Это правило незыблемо. Мы можем принять вас в обучение, только если вы уже территориально находитесь на территории, прошу прощения за каламбур, только если вы территориально находитесь в странах, где есть наши центры разработки. Важный момент. Да, и прошу прощения, еще забываю спросить. Масса вопросов. Так как же, как понять, что я успешно прошел обучение? Как, когда закончится обучение и так далее, и так далее. Я вам скажу, мы выбрали для себя единый фактор, единый показатель успешности вашего обучения в Андерсон Трени Программ. Это венец пути старт на коммерческом проекте. Только в этот момент мы можем сказать все. Вы прошли обучение успешно. Поздравляем вас. Вручаем вам сертификат. Торжественно переводим вас в штат, в позицию G1. Назначаем заработную плату и желаем вам счастливого карьерного пути. Передаем вас уже в руки речаров и ресурсных менеджеров. Вопросов очень было много в отношении того, в чем же преимущество обучения в компании Андерсон. Мне сложно говорить. Я обожаю компанию Андерсон. Давно в ней работаю. И, конечно же, я люблю свое детище. Андерсон Трени Программ. Но постаралась объективно оценить, в чем же наше преимущество. Во-первых, вы можете гарантированно рассчитывать на профессиональный подход, потому как в программе обучения участвуют только опытные менторы и тех ли ты. Вы можете рассчитывать, скажем так, прошу прощения, преимуществом является то, что наша компания регулярно проводит ревью и оптимизацию программ обучения. Проводится это экспертами департаментов нашей компании, чтобы быть уверенными, все ваши знания, которые получены, они будут максимально актуальны, максимально обширны и универсальны. Также к преимуществам отнесу то комплексность подготовки. Мы формируем структурированные глубокие знания и полезные навыки. Комплексность развития, об этом тоже подробнее расскажет Валерия, это не только технические навыки, но и развитие английского языка. Это презентационные навыки, стрессоустойчивость, выносливость. Все это, как говорится, level up, если вы проходите наше обучение. Также мы гарантируем трудоустройство по факту старта на проекте. Это просто 100% и другого быть не может. Мы оказываем поддержку не только в ходе обучения, но и после старта на коммерческом проекте. И самое важное, я надеюсь, что все наши стажеры смогут подтвердить мои слова, что компания Андерсон гарантирует вам бережное и внимательное отношение не только к кандидатам, но и к нашим стажерам. Итак, как же попасть в Андерсон тренинг программы? Легко и просто. Заполняйте, пожалуйста, анкету кандидата. Будет по ссылке в нашей презентации. Будет оставлена ссылка, я надеюсь, в описании к данному стриму. И следуйте инструкции. Кроме того, призываю еще раз всех-всех-всех подписываться на наш телеграм-канал, в котором публикуются не только анонсы обучающих курсов и наборов на стажировку, но часто мы публикуем познавательный и образовательный контент, так что скучно вам не будет. Подписывайтесь сами, подписывайтесь ваших знакомых, которые интересуются сферой IT. Спасибо вам за внимание. Увидимся на влоге «Ответы на вопросы». Даша, спасибо огромное за полезную информацию. И пришло время передать слово Валерии. Валерия. Всем добрый вечер. Давайте познакомимся поближе. Меня зовут Валерия. Я delivery manager учебных проектов компании Anderson. Очень рада презентовать вам процессы, которые сопровождают наши учебные проекты. Расскажу вам сегодня о пути, который стажеры проходят в нашей лаборатории для достижения успеха. Сейчас расшарю презентацию. Так, ну что, давайте начнем. А начнем мы сегодня с определения, что такое лаборатория в компании Anderson. Как упомянула Дарья, ранняя лаборатория – это третья ступень обучения, которая включает в себя изучение теории и применение всех полученных теоретических знаний на практике. Путь стажера в лаборатории можно сравнить с дорогой, но это не просто прямая дорога. Это увлекательный путь, это увлекательный путь с интересными и порой, знаете, даже сложными участками, в конечном итоге приводящие к успешному результату. А сейчас более подробнее остановимся на двух основных блоках. Когда стажер попадает в нашу лабораторию, его ждут два параллельных процесса, как я уже сказала ранее. Это теоретическая часть обучения и практическая часть обучения. Еще раз хотела бы напомнить, что обучение в лаборатории предполагает full-time занятость 8 часов в день, 5 дней в неделю. Поговорим давайте детальнее о теории. На изучение теории для стажера отводится 2 часа в день. Стажер получает индивидуальный учебный план, разработанный техническими экспертами нашей компании. Теоретический план, он покрывает весь необходимый для успешного старта на коммерческом проекте объем теоретических знаний. В плане, кроме тем для изучения, даны еще все необходимые материалы для изучения. Хотя нет, я лукавлю. Открою вам небольшой секрет, что иногда мы специально оставляем поинт материала пустым, ведь навык поиска такой, знаете, релевантной информации в интернете, он также требует особого развития. Google — это самый такой мощный инструмент для айтишника. Но вернусь к теории. Стажер занимается изучением теории самостоятельно. Мы же со своей стороны еженедельно проводим срез знаний по итогам выученного материала. Срезы проводят наши технические специалисты компании. Они же дают развернутый фидбэк с анализом сильных и слабых сторон каждого стажера и обязательно выставляют оценку за срез. Таким образом, и мы, и сам стажер может контролировать динамику своей успеваемости по теории. Разумеется, в рамках теории очень важно сдать финальный экзамен по всему изученному материалу, который, опять же, позволит и нам, и стажерам быть уверенным в том, что получены все необходимые теоретические знания, чтобы двигаться дальше. Параллельно мы обязательно даем возможность погрузиться в доменное обучение. Доменное обучение позволяет сформировать знания таких областей, как финтех, хеллскея, криптобиржа, инвестиции и так далее. В целом, логичный вопрос, правда? Казалось бы, зачем, например, разработчику узнать тонкости организации бизнеса в банке? Но здесь, откровенно говоря, как показывает наш опыт, самому специалисту, владеющему хотя бы на уровне, знаете, такой терминологии, сутью различных бизнес-сфер, легче впоследствии разобраться с задачами заказчика и даже внести свои предложения по оптимизации процессов. По теории в целом все. Параллельно с теорией стажер применяет полученные теоретические знания на практике на наших учебных проектах. На это отводится 6 часов в день. Что же такое учебные проекты? Учебные проекты – это, наверное, самая любимая часть, моя личная обучение каждого стажера. Учебные проекты – это проекты, которые максимально приближены к реальным коммерческим проектам и соответствуют последним техническим запросам рынка. Проекты являются тренировочными, они не имеют никакого бизнес-вэлью. Учебные проекты были реализованы для того, чтобы стажеры всех направлений – разработчики, аналитики, девопсы, бизнес-аналитики и даже PM-ы смогли получить практические навыки такой командной, именно командной разработки. Что касается практики, в ходе практики у каждого стажера обязательно есть свой личный, индивидуальный план практического обучения. Опять же, он и для нас, и для стажера, для оценки прогресса. На учебных проектах у стажера всех направлений есть опытные наставники – это наши техлиды. В задачи техлидов входит контроль динамики стажеров, именно по практической части обучения. Техлид проводит код-ревью, дает рекомендации по улучшению и оптимизации кодовой базы, например, если мы говорим о Software Developer Training. Помимо этого, на учебном проекте вы получаете колоссальный, я бы даже сказала, уникальный опыт для вас взаимодействия в команде. Если меня когда-то спросят назвать одно самое значимое преимущество Андерсон Трени Программ, я без единого усомнения, ни секунды не раздумывая, назову учебные проекты. Потому что сколько бы часов вы не потратили на ПЭД-проекты, которые вы делаете, пусть даже прекрасно, но в одиночку, стать полноценным членом команды проекта можно только с опытом командной активности. Именно поэтому мы еще в 2021 году запустили наши учебные проекты. Опыт взаимодействия с полноценной командой, пусть даже это будет команда из всех стажеров, повторю, он очень бесценен и максимально эффективен для будущего специалиста. На наших учебных проектах у вас обязательно будет возможность получить колоссальный опыт участия в скрам-церемониях, таких как дейли-митинги, планирование спринта, ретроспектива, груминги и, что очень важно, демо-спринта. На демо-спринте каждый стажер оттачивает навыки самопрезентации, демонстрирует проделанную работу всей команды за спринт. С помощью скрам-церемоний мы, опять же, оттачиваем мастерство работы в таких условиях, чтобы при попадании в будущем на реальный коммерческий проект данная среда для стажера, она уже была знакомой, она уже была привычной и она уже не будет стрессовой для него. Еще немаловажно тот факт, что у каждого стажера есть возможность попрактиковаться программированию с опытным разработчиком нашей компании путем взаимодействия с ним в парном программировании, что дает отличный, потрясающий шанс перенять опыт у лучших специалистов, такие, знаете, best practice, так сказать, в действии. Что еще хотелось бы добавить? Вы знаете, по моему мнению, современный IT-специалист – это не только высокого уровня технические умения. В мире с каждым годом растет потребность в наличии у специалистов гибких личностных навыков, так называемых soft-скиллов. И развитию soft-скиллов во время лаборатории уделяется действительно не меньше времени, чем написанию кода. В ходе своего обучения вы сможете попробовать себя в различного вида челленджах, которые развивают в вас, во-первых, стрессоустойчивость, выносливость и уверенность в собственных силах и в собственных знаниях. Помимо этого, групповые и индивидуальные тренинги по soft-скиллам с нашими лучшими soft-скилл-тренерами помогут каждому стажеру открыться, помогут научиться справляться с кризисными ситуациями и выстраивать эффективные рабочие процессы в будущем на своем коммерческом проекте. Помимо этого, у нас есть еще очень интересная активность – проведение метапов по своей технологии. Проведение метапов позволяет каждому стажеру побороть страх публичных выступлений. На метапе стажер может поделиться с коллегами знаниями и также развивать свои презентационные навыки. Помимо этого, в наших ближайших планах научиться развивать в наших стажерах еще и аналитическое и критическое мышление. Важным также в нашей работе является, наверное, контроль. Да, контроль – это очень важно. Мы контролируем успеваемость и прогресс каждого стажера. Очень индивидуальный подход. Оцениваем динамику и предоставляем обязательную обратную связь. То есть здесь наша задача – сделать процесс обучения максимально прозрачным для стажеров. Честно говоря, столько процессов, о которых хочется вам рассказать, но я не буду рассказывать вам все секреты сегодня. Пусть некоторые подготовленные нами испытания и задачи, они будут для вас приятным сюрпризом, когда вы попадете к нам в лабораторию. Скажу вам честно, будет тяжело. Обучение в лаборатории действительно очень сложное. И мне кажется, что временами вам будет не хватать времени. И иногда будет казаться, что ваша голова, наверное, вот-вот взорвется от полученной информации. Но я вас заверяю, что нет ни единой задачи в лаборатории, которая не имела бы ценности для вашего профессионального развития. В целом весь процесс обучения, каждый его элемент, он заточен на освоение необходимых навыков, на развитие ваших хардскиллов и софтскиллов. И будьте на 100% уверены, если вы успешно прошли лабораторию Андерсон, вам даже гугл по плечу, скажу откровенно. На этом по части обучения в лаборатории, третьей части стажировки у меня все. Я буду очень рада видеть каждого из вас у нас в лаборатории. Огромное вам спасибо за внимание. Валерия, спасибо огромное. И, друзья, получается, пришло время перейти к вопросам, которые мы собрали. Итак, я уверена, что на многие вопросы, которые вы оставляли до нашего митапа в форуме, вы уже получили ответы. И Дарья и Валерия старались максимально полно описать процесс обучения в нашей компании. И, кстати, напомню, что мы сгруппировали ваши вопросы, которые вы присылали ранее, и разместили ответы в нашем телеграм-канале Андерсон Тринни. Так что, друзья, подписывайтесь обязательно. Если вы вдруг так случилось, что не услышали ответ на свой вопрос, ответ на него совершенно точно есть в нашем телеграм-канале. Итак, у нас осталось буквально несколько вопросов. Юлия из Грузии интересуется, есть ли возможность без обучения попасть к вам на стажировку. Обучалась полгода в другой компании. Даша? Да. Если можно, отвечу я. Хотела бы сказать, что мы ориентируемся на ваш уровень знаний, который мы сможем оценить, как я уже упоминала, в ходе этапа рассмотрения такого, как техническое собеседование со специалистом нашей компании. Поэтому, если вы уже обучались, если ваш уровень знаний высок, то вы сможете зайти сразу на ступень 3 и пройти ее гораздо быстрее. Это самый популярный вопрос, как я могу ускорить обучение. Хочу обозначить, что интерес компании не в проведении обучения. Это не наш бизнес. Наш бизнес – это предоставление высококлассного сервиса по всему миру. Поэтому наш интерес в том, чтобы вы стали как можно быстрее специалистом, готовым начать работу на коммерческом проекте. Ваш предыдущий опыт, ваши все предыдущие обучения будут вам только в плюс для того, чтобы вы прошли обучение быстрее и эффективнее. Мы можем переходить к следующему вопросу. Антон из Беларуси. Антон из Беларуси обозначил свой вопрос как полуэроничный. И вот что он спрашивает. Растут ли медлы и сеньоры на деревьях, или все-таки компаниям надо брать людей без опыта и доучивать до специалистов? На самом деле, меня этот вопрос очень улыбнул, потому что это именно та формулировка, которую использую я, а-ля джунов брать никто не хочет, как будто медлы растут на деревьях. То есть явно, что медл вырастает из джуниор-специалистов. Я думаю, ни для кого не секрет, это не только сфера IT этим славится. Действительно, специалистам начального уровня есть отношения с опаской, с недоверием. Наверное, это какое-то нормальное человеческое отношение, такое чисто, как сказать, стереотипное. Поэтому, да, всем нужны медлы, всем нужны сеньоры. Но как же будут появляться медлы и сеньоры, если джуниор-специалист не имеет даже шанса себя проявить в реальной работе? И мы постарались эту проблему решить следующим образом. Я не могу назвать это этапом, но в лаборатории есть возможность пройти интернатуру. Интернатура – это практика на коммерческом проекте, где вы представлены как qualified specialist. То есть заказчик знает, что у него молодой специалист на проекте, у вас есть возможность показать себя в действии. И мы даем, назовем так, тест-период. То есть в это время заказчик за вас не платит, потому что, собственно, в этом суть бизнеса, аутсорс-компании. Но при этом он может посмотреть, что даже молодой специалист не только ничего не испортил на его проекте, но, может быть, даже принес какие-то улучшения. Мы не так давно практикуем этот этап, но есть уже чем хвастаться. Я боюсь ошибиться, но с декабря 2022 года в нашей компании, подобным образом пройдя интернатуру на проекте, отлично зарекомендовав себя перед заказчиком, на этом же проекте ребята остались уже в коммерческой позиции. То есть заказчик согласился за них платить, извините, за такую прямоту. И вот таких ребят у нас больше 50. Что это значит? Это 50 стартов, которых просто могло не быть. Потому что никогда заказчик добровольно не согласится взять дженер-специалиста. Но организовав такой тест-период, показав, что наши специалисты, опять же, спасибо Валерии, спасибо нашим учебным проектам, программе, которая у нас так организована. Наши специалисты, наши джинер-специалисты имеют настолько высокий уровень знаний, такую качественную подготовку, что не могут оставить заказчика равнодушным. Простите, пожалуйста, Антон из Беларуси, что я так долго отвечаю на ваш вопрос, но я надеюсь, что все-таки саму суть я передала наша компания, помимо рекрутинга, мидл и синер-специалистов, действительно активно готовить специалистов без опыта. Так приятно слышать, с какой любовью вы говорите про программу и про выпускников. Прямо загляденье. Ну что ж, у нас есть следующий острый вопрос. Домитро вопрошает. Почему интернатура не оплачивается, а оплата позиции джуниор ниже рыночного уровня? Вопрос острый. Так прикольно совпало, что я только что говорила про интернатуру. Я предположу, что Домитро имел в виду, наверное, лабораторию. Повторю, в лаборатории у нас возможно оформление стипендий. Это зависит от локации и технологии. Но если говорить про интернатуру, про практику на коммерческом проекте, где, давайте скажем прямо, вы будете выполнять рабочие задачи, которые соответствуют вашему уровню знаний. В интернатуре по всем локациям в обязательном порядке наш стажер получает повышенную стипендию, которая зачастую превышает минимальный уровень оплаты. Справедливо это или нет, вопрос дискуссионный, но помните о том, что аутсорс-компания, она аккумулирует только деньги заказчика, а не сама, скажем так, их создает. Поэтому пока заказчик за вас не платит, компания несет убытки, но мы, как сказать, на это готовы. Так что, Дмитро, если говорить про интернатуру, вы ошибаетесь в интернатуре в обязательном порядке повышенной стипендии. И во многих локациях, повторю, она достаточна для того, чтобы чувствовать себя вполне комфортно. А что касается вашего вопроса насчет оплаты позиций джуниор ниже рынка, здесь мне сложнее с вами спорить или сложнее даже обсуждать этот момент, потому как наши вилки заработных плат устанавливаются согласно исследованиям рынка в определенных локациях. Компания заказывает данное исследование, чтобы понимать, насколько она находится в рамках рыночных предложений. И я верю, что наша компания всегда будет стремиться быть конкурентной на любом из рынков. И вряд ли наше предложение, как вы нам сказали, ниже рынка. Оно может идти ниже самой верхней планки, но оставаться все-таки в рамках рыночного предложения. Я обратила внимание, что у нас есть два самых популярных вопроса сейчас. Это когда начнется набор на то или иное направление и как подать заявку. Даша, расскажи, пожалуйста, еще раз. Ребята, в отношении того, когда начинается какой-то набор, самый быстрый и самый эффективный способ это узнать, быть подписанным на наш телеграм-канал Андерсон Тринни. Мы там просто day-to-day публикуем наши новинки, наши анонсы и так далее. Поэтому, если вы хотите оставаться все время на связи, если вы хотите все время оставаться в курсе наших событий, пожалуйста, подписывайтесь. Андерсон Тринни. А что касается, как подать заявку, еще раз повторю, никогда неусловно повторять, что независимо от того, есть набор на это направление или нет набора на это направление. Пожалуйста, смело заполняйте анкету кандидата. Таким образом, вы просто попадаете в пул наших возможных кандидатов, и мы всегда предпочтем вернуться к тому кандидату, который уже заполнил анкету, чем пытаться найти кого-то нового. Это вполне логично. Поэтому оставьте свой цифровой след. Ссылка на анкету кандидата будет в презентации. Презентация будет в телеграм-канале. В общем, все пути ведут телеграм-канал. И у нас еще один очень популярный вопрос. Большое количество ребят обратилось с ним. Как джуну найти работу? Даша, что ты можешь посоветовать? Ох, я да. Я, конечно, тут еще карьер-адвайзер, скажем так. Я могу только вообразить, насколько сложно в текущих ситуациях найти именно джуниор-специалисту свою первую работу. Я насыщена о том, что в данный момент сталкиваются со сложностью в поиске работы даже миддл-специалисты. Настолько рынок перекос получил ввиду всех неприятных событий. Если говорить про джуниор-специалиста, может быть, это прозвучит... Ах, потом будет хайп в интернете. Старайтесь, пытайтесь, добивайтесь. Может быть, где-то преувеличьте то, что вы знаете. Просто пройдите вот этот барьер рекрутера. Я уверена, всегда при рассмотрении кандидата есть барьер рекрутин-отдела, который оценивает опыт, оценивает ваши знания, умения, но как рекрутеры. Поэтому ваша основная задача – пробиться через это. Может быть, где-то, ну, не знаю, приукрасьте свой опыт. Технический специалист всегда увидит в вас желание горящие глаза. У меня был опыт, когда продуктовую компанию, в которой исторически никогда не берут джуниор, наш стажер, которого, к сожалению, мы не могли трудоустроить у нас, такая была ситуация, не было проектов, пользуясь нашими советами, он пробился и работает сейчас в продуктовой компании. Вот, поэтому мой такой общий совет – это продайте себя. Ольга из Украины задает вопрос, который, к слову, волнует и меня тоже. Что же делать, если уровня английского недостаточно? Как быстро его прокачать? Да, навык английского, к сожалению, это не как велосипед, да, что не помнишь, не помнишь, потом сел и поехал. Он требует и каждодневной практики. Если какое-то выработать общее правило, я его базирую на опыте моих стажеров, которые быстро и эффективно прокачивали именно навык английского языка – это каждодневная практика. Лучше вы каждый день будете уделять 30 минут, чем будете заниматься на курсах два раза в неделю по полтора часа. Здесь нужна регулярность и стабильность ваших занятий. Для технических специалистов я рекомендую изучать ваши… изучать материалы по вашему направлению исключительно англоязычные. Сделайте, скажем так, сделайте окружение, сделайте ваше изучение как естественной средой, то есть чтобы, описывая ваши свои знания и умения, вы задумывались о том, как это по-русски, а не как это по-английски. Для этого, если что-то читаете… Да, да, я серьезно говорю, что так вот мне ребята и говорили, что настолько они активно прокачивают именно английскую терминологию, английское, не знаю, описание своих знаний и умений, что у нее иногда так морщит лоб, что я не помню, как это, допустим, по-русски. Вот, поэтому сделайте описание, сделайте свое обучение на английском естественным для себя. А для этого просто нужна каждодневная практика. Спасибо большое. Я пытаюсь не рассмеяться, потому что вспомнила мем. Смотря какая-то фрик, смотря сколько детей. Ну что ж, девчонки. Даже это лучше, чем совсем отрицать английский язык в своей жизни, да. Может быть, не стоит… Наверное. Ты не будешь приходить на англоязычную, как говорится, коммуникацию, но попробовать все, что касается обучения, пристили на английский, да. Роза Лихтенштейн, по-моему, я не помню. Да, мы остались напоследок личный, но любопытный вопрос от Алексея из Беларуси. Он интересуется у вас. Расскажите про ваш опыт входа в IT. Как это было тогда? И как бы вы это делали сейчас? Валерия, что скажешь? Я… Интересный вопрос. Я пришла в IT где-то 4 года назад. До этого училась в университете, посещала очень много дополнительных курсов по project management. Хотела войти всегда. Изучала направления, с которыми я бы справилась хорошо, по моему мнению. Но проектный менеджмент для меня это был наиболее привлекательным всегда. Если говорить, повторила ли бы я этот путь еще раз, однозначно да. Сто процентов да. Я обожаю свою работу, я обожаю проектный менеджмент, обожаю то, чем я занимаюсь. Буду продолжать развиваться и оттачивать скиллы в этом же направлении, поступила бы я точно так же. Дарья? Да, если бы позволите, я начну свой ответ. Неожиданно с того, что я, во-первых, хочу сказать огромное спасибо Валерии. Ее приход вдохнул просто новую жизнь. Скажем так, на огромные проекты. Валерия огромный молодец. Поэтому я по-хорошему завидую ребятам, которые попадут в ее руки. Вам, как говорится, уйти только-только самыми скиллованными. Ну и также хочу, мы это не планировали, хочу поблагодарить всю команду отдела стажировки, всех ребят, технических специалистов, которые задействованы. Благодаря вам все это становится реальным. А если говорить про мой опыт кода в IT, это, правда, очень смешно и иронично, потому что я до Андерсон, в котором я работаю уже больше пяти лет, я не работала в IT, вообще с IT никак не было связано абсолютно. И как многие в Беларуси, я работала логистом в автомобильном бизнесе, Jaguar Land Rover, премиальный автоцентр. И как многие в Беларуси, я задумалась о том, что IT это что-то такое интересное, как бы хотелось туда попасть. И я понимала, что для того, чтобы зайти, мне нужно серьезно демпингнуть, скажем так, по моему доходу, мне нужно быть готова, потому что несколько лет я буду, ну, скажем так, учиться или там работать. Хорошо, если за еду, а так вообще за спасибо, и это требует материальной подушки. В общем, много-много-много есть нюансов. Я даже попробовала пройти собеседование в ЭПА на тестировщика. Неуспешно, к сожалению. Но взвесився за и против, я не решилась. Это был 2017 год, и так сложилось, что в 2018 году, но это правда стечение обстоятельств, очень-очень странное, очень-очень интересно, мне поступило предложение поставить отдел стажировки в Андерсен. Согласитесь, это крайне иронично, что я, которая не решилась поменять кардинально свою сферу, в данный момент аккумулирую во многом тех, кто решился. И для меня все наши стажеры, которые серьезно меняют свою сферу профессиональную, которые бросают, не знаю, юриспруденцию, бухгалтерию, даже медицинские, там, не знаю, факультеты или врачебное дело и переходят в IT, вы для меня все уже герои. Вы смелее и решительнее, чем я. И иногда, глядя на то, что ребята, которых я еще сама лично принимала на стажировку, в данный момент стали ресурсными директорами, техледами, мегасиньорами и прочее, честно скажу, в сердце ёкает, и серьезно могло быть уже на этом месте. Но сложилось, как сложилось, я ни о чем не жалею, поэтому, отвечая на вопрос, что бы поменяли, ничего бы не поменяло, я рада, что я в Андерсен, я рада, что я помогаю ребятам найти себя в серии IT. Вот так, немножко пафосно, прошу прощения. Ну что ж, друзья, наш эфир подошел к концу. Даша, Лера, спасибо вам огромное за полезную и важную информацию, которую вы предоставили нам всем сегодня. А я, в свою очередь, еще раз напоминаю о том, что ответы на ваши вопросы, которые вы задали или еще зададите в нашей Google-форме, мы обязательно выложим в нашем телеграм-канале «Андерсон Прейни». Так что, друзья, дегом подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех новостей о программах и стажировках в «Андерсон». А у нас на этом все. Пока. Спасибо всем, кто был с нами сегодня. Всем спасибо. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok